На одного спасателя в Каспийске стало больше. Им оказался тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов. 9 августа он предотвратил возможную трагедию, спас станувшего в Каспийском море человека. Альберт рассказывает, что в тот момент он проводил тренировку, после которой, решив полюбоваться местными красотами, заметил в воде 65-летнего мужчину. Были волны тогда в тот день большие, здесь сейчас поменьше, конечно. И он заплыл. И один из рыбаков ему начал корректировать, как к нему плыть. В общем, я уже подошел, стал спрашивать, что случилось. Я говорю, мне кажется, или кажется, или он очень долго находится уже в воде. Он говорит, да, он не может выбраться уже около часа. Здесь он дрейфует и уже его течение уносит. Большие волны, что были в тот день, то и дело, то прибивали мужчину к каменистому берегу, то отбрасывали на несколько метров в море, в результате чего он получил множественные травмы. Альберт Муталибов рассказывает, что по скользким камням спустился к морю, где бросил в воду деревянную доску. Но самостоятельно ухватиться и выбраться, отмечает тренер, мужчина не мог. Слишком долго находился в воде и силы были на исходе. В итоге мне пришлось туда в воду спуститься и пытаться его просто ловить, когда его в очередной раз волной будет бросать на камни. Вот, несколько раз хватал, но не получалось в какой-то момент. Меня самого туда затащило вместе с ним. Потом я его отпустил, ну точнее не отпустил, просто вырвался он из руки, а он тяжелый еще был, не мог удержать. И вот его оттаскивало опять на несколько метров и опять в очередной волной его набрасывало сюда на камни. Альберт Муталибов удивляется, как мужчина не разбил голову о камни в момент прилива волн. Но судьба оказалась к нему благосклонна. Очередная волна бросила утопающего практически в руки к тренеру. В итоге я спустился в воду туда и он когда в очередной раз его, уже там раз десятый, наверное, волной его подкинул, я успел его схватить, подтащить к себе. Ну и следующей волной еще раз его перебросили туда. Сам чуть вниз ушел, а его вот сюда вот на первые камни вытащили, то есть вот сюда уже. И там он уперся уже ногами, а я там вниз ушел. Потом я оттуда уже выкарабкался и его стали вытаскивать. Альберт называет спасенного настоящим бойцом, который, несмотря на сопротивление стихии, боролся за жизнь до последнего. На берегу его откачали, вышло много воды, а позже на скорой доставили в больницу. Тренер женской сборной также получил травмы в попытках спасти утопающего. Подобный случай произошел в жизни Альберта Муталибова впервые. На самом деле я так очень уважительно отношусь к водной стихии. Я сам далеко не плаваю. На самом деле так немножко, можно сказать, побаиваюсь вот этого делать. Поэтому не заплываю далеко. Но в данной ситуации мне просто показалось, что просто человеку надо помочь было, что хочу что-то сделать. Я понимал, что я прыгну в воду и вытащить там сложно было. Я даже подойти туда не мог, потому что там некуда прыгать даже. Отметим, что на этом месте, в районе ротонды набережной Каспийска, за минувшие недели это уже второй случай. Альберт Муталибов, анализируя ситуацию, призвал ответственных за данную территорию принять меры. Ну, конечно, здесь надо создать условия, чтобы сюда не попадали люди. И как-то, я не знаю, огородить, может, буйками, еще чем-то, вот, обезопасить этот участок. Потому что я не первый раз слышу, что течение уносит. Видно, что опасный участок такой. И, ну, я говорю, я думаю, нам просто, мне повезло, то, что так обстоятельства сложились, что... И вот мужчина до конца, вот он боролся, вот это тоже помогло. То, что он не отчаялся уже и что-то делал, пытался проплыть. Зам.руководителя Федерации бокса Республики Дагестан Достали Гейбатов, организовавший встречу, выразил личное восхищение действиями главного тренера. И от лица Федерации поблагодарил его за этот поступок с большой буквы. Альберт Шакурович, вам большое спасибо от Хабиба Аллахвердиева, от всех боксеров Дагестана. Вы наша частица, непосредственно, да, вот, которая из нашей школы, Дагестанской школы бокса. И хотелось бы призвать всех жителей города Каспийска. Дорогие мои друзья, это место, это место не для купания. Оно не предназначено для купания. Здесь очень большое течение, здесь каменистое место. Здесь место для проведения парадов, сюда подгоняются понтоны. Поэтому прошу убедительную просьбу, не заплывайте сюда. Есть пляж рядом с Бризом, есть для детей вот здесь, напротив Русгидро. Уважаемые каспийчане, настоятельно рекомендуем вам прислушаться к вышесказанному, а также быть осторожными и внимательно следить за своими детьми.